Здравствуйте и добро пожаловать в Катар-365, нашу программу, позволяющую по-новому взглянуть на страну, ее главные города и интереснейшие регионы. В этом эпизоде мы заглянем в морские глубины, чтобы лучше рассмотреть некоторых местных обитателей. Мы узнаем, как здешние ученые занимаются защитой дюгоний или морских коров, что привлекает в прибрежную зону китовых акул, и посетим место гнездования редких – ястребиных черепах. Катар является домом для второй по величине популяции дюгоний в мире. Эти морские млекопитающие в группе повышенного риска без должной помощи им грозит вымирание. Местные исследователи полны решимости сохранить уникальных животных, а один из путей – увеличить источник пропитания в океане. Это редкое зрелище – около 800 дюгоний или морских коров вдоль западного побережья Катара. Такое скопление животных подтолкнуло специалистов засучить рукава и запустить проект, который финансируется исследовательским фондом страны. Одна из моих главных обязанностей касается как раз проекта «Дюгонь». Я слежу за животными, фиксирую случаи смерти, о которых сообщают люди, занимающиеся парусным спортом или рыбалкой. Они звонят нам, когда видят, что дюгони попали в сети или погибли. Мы ведем строгий учет. Недавно с нами связался рыбак, в его сетях запуталась морская корова. Он смог сам освободить животное, за что был награжден Департаментом окружающей среды и изменения климата. Следы этих морских млекопитающих уходят вглубь веков на миллионы лет. Сегодня дюгони подстерегает множество опасностей – морской транспорт, строительство, загрязнение воды. За последние полвека их популяция сократилась примерно на четверть. Они настолько спокойны, миролюбивы, что можно приблизиться к ним и наблюдать с некоторого расстояния. Их характер раскрывается и в отношениях между матерью и малышом. Они укладываются спать вместе, вместе плавают, она его кормит, а когда малыш устал, несет на себе. В этом регионе живут разные подвиды, и нам нужна помощь людей, которые разбираются в морских обитателях. Это и старожилы, и, конечно, и следователи. Нам необходимо информировать общество, что дюгони страдают, если нарушить их образ жизни. Мы надеемся, что наши дети и внуки смогут видеть этих животных в естественной среде обитания. Дюгони питаются морской травой, поглощая до 40 килограммов в день. В зонах их обитания флоры становится меньше. Ученые берутся за ее восстановление. Наши программы опируются на стратегию долгосрочного развития катара до 2030 года. Морские луга страдают от множества факторов. Изменения климата, например, деятельности человека, такой, как рыбная ловля, строительные работы на побережье. В период с 2014 по 2020 год мы разработали детальную карту с очень высоким разрешением. Там отмечены зоны обитания дюгоний вдоль береговой линии катара. Мы также видим на карте распределение морской травы. Это полезная информация для контроля экосистемы. Исследователи напоминают морские растения, которыми питаются дюгоний, нуждаются в солнечном свете для роста. Речь идет об участках близ пляжей, где нередко шумно. Восстановление подводных лугов — особая миссия. Специалисты приглашают нас посмотреть, как они работают в море. Команда проводит забор проб, проверяет качество воды, чтобы понять, как чувствуют себя в ней растения. В мире известны 70 видов семей морских трав. Три наименования растут в катарских водах. Сюда за пропитанием и приходят морские животные. Чтобы трава разрослась, луга не следует трогать в течение минимум полугода. Правда, есть виды трав, которые растут годами и даже столетиями. Зная об этом, ученые призывают всех операторов морского бизнеса не нарушать зоны роста, столь нужной для морских коров травы. Неуловимая китовая акула находится сегодня в зоне риска. Ее легко узнать по характерным плавникам в точечку. Эти стремительные и нежные гигантские рыбы признаны исчезающим видом. Правда, у берегов Катара есть место, куда ежегодно приходят сотни таких акул. Почему? Мы поговорим об этом с известным ученым Мохаммедом Джайдахом. Мы говорим о явлении в местечке Аль-Шахин. Летом из-за жары морская вода испаряется, и средняя температура в Персидском заливе составляет около 34 градусов. Но мы обнаружили, что в Аль-Шахине — уникальный микроклимат. Температура там 27 градусов. Это прекрасная среда для инкубации икры. Почему китовые акулы так любят побережье Катара? Они приходят сюда в поисках рыбьей икры. Обычно они питаются планктоном, но с рыбьей икрой они получают втрое больше жира, энергии и белка. Мы обнаружили, что на исходе сезона, в конце сентября, китовые акулы опускаются на глубину до 50 метров и идут из Катара в Кувейт, Саудовскую Арабию. Они проходят весь Уманский залив. В Катаре же их привлекает именно пропитание. Нам ясно, что указанный район — очень важный для них адрес. Это настоящий питомник, место размножения рыбы. Здесь активная энергетика, холодная вода, важна для залива. Она помогает улучшить микроклимат. Иначе море было бы излишне тёплым. Тогда погибло бы много рыбы. А что говорит нам скопление китовых акул о здоровье подводной экосистемы? В течение последних 10 или 12 лет температура в этом районе была постоянной, стабильной. У нас появилось больше возможностей отслеживать акулы. С 2019 года и по сегодняшний день мы видим ежедневно всё больше особей. Раньше, в 2010-2011 годах, мы наблюдали 180, может быть, 200 китовых акул. В 2019-20 в наше поле зрения попали где-то 400. С чем, по-вашему, связано такое увеличение? С 2010 года мы добиваемся, чтобы в этот район заходило как можно меньше судов. Транспортники предупреждены и стараются обходить его. Я хочу поблагодарить их. В итоге у нас получилась прекрасная охраняемая зона для морских животных. И китовые акулы приходят сюда в большом количестве. Каждый год участок пляжа Фойварит закрывается для посетителей по важной причине. Это место облюбовали для гнездования ястребиной и черепахи. Редчайшие животные приходят сюда, чтобы отложить яйца. Исследователи делают все, чтобы не потревожить их. По данным специалистов, в мире сегодня осталось не более 25 тысяч, способных к выведению потомства самок. С наступлением сумерек команда из Центра экологических наук Катарского университета и Министерства окружающей среды патрулирует пляж в поисках черепашьих следов. Программа спонсируется группой Катара Энерджи. Следы означают, что животные рядом. И откладывают яйца. Основная цель проекта — мониторинг, пребывающий на нашей побережье популяции. Для этого мы патрулируем пляжи, считаем самок, количество оборудованных ими гнезд. Мы помечаем эти места и так ведем статистику. Сколько черепах пришло, сколько яиц отложено. Количество черепах, готовящихся откладывать яйца, может варьироваться. Их появление на пляже непредсказуемо, нередко зависит от погоды, приливов и отливов. Увидеть черепах вблизи — захватывающее зрелище. В Катаре самка ястребиной черепахи откладывает в одном укрытии до 80 яиц. Из 75% успешно вылупятся малыши. Ученые следят за сохранностью гнезд. Каждая черепаха помечается. Ученые заметили, что одни и те же особи возвращаются в это место. Одна черепаха может устроить от двух до пяти гнезд за сезон. Важно наблюдать за животными и с точки зрения изменения климата. Так, температура в гнездах в Катаре, та, которая через полвека, по прогнозам, установится в Карибском бассейне. Получается, мы уже испытываем ее на себе. Но мы не просто бьем зря тревогу, нет. Мы смотрим, как черепахи приспосабливаются. Этот защищенный пляж с его мягким песком – идеальное место для размножения черепах. Опасаясь ухудшения погоды, исследователи перенесли некоторые яйца в специальные инкубаторы. Примерно через 55 дней можно ждать прибавления. Черепашата сразу же движутся в сторону моря. Проект охраны ястребиных черепах включает сегодня 8 участков. После пандемии мы наблюдали значительное увеличение числа гнездящихся черепах на общественных пляжах, таких как Аль-Маруна и Эль-Гария. Это связано с тем, что там во время ковида было спокойно, ни людей, ни освещения, а свет очень влияет на животных. Катер расширяет информационные программы, нацеленные на защиту ястребиных черепах. Мы очень рады партнерам из Катера и из-за рубежа. Недавно к нам обратились гости из стран Персидского залива. Они хотят посетить это место, ведь наш проект уникален для региона. Подобные программы дают надежду спасти редких обитателей моря. От дюгани на дне до гнездящихся на пляжах черепах. Это было удивительное, хотя и ветреное приключение. На сегодня это все. Мы обязательно ответим на ваши вопросы. Пишите нам с хэштегом Катер 365. Спасибо, что были с нами. Ждем вас в следующих выпусках передачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...